Джон Бивер. Почему опасно держать обиду? Путешествуя, я вижу, как дьявол расставляет смертельно опасные ловушки. Благодаря им, враг наших душ ввергает в тюрьму рабства огромное количество христиан. Из-за этих ловушек портятся отношения, и верующие отдаляются друг от друга. Имя ловушки – обида. А служитель Господа ссориться не должен. Но пусть будет добрым ко всем, исправляя тех, кто противится, чтобы они пришли в себя и выбрались из-за подни засады дьявола, который взял их в плен, чтобы творили волю его. Второе послание Тимофею, 2 глава, стихи с 24 по 26. Те, кто ссорятся или противятся, попадают в ту ловушку и становятся узниками, чтобы творить волю дьявольскую. Как ни бей во все колокола, им все равно не вдомек, что они в плену. Эти братья и сестры обмануты, а когда человек обманут, он верит в то, что прав, хотя все наоборот. Поэтому очень важно размышлять о проблеме под названием обида, даже если считаем, что не обижаемся в данный момент. Многие люди обижаются. Как следствие, получают раны и боль. Из-за этого они не исполняют Божьи призвания во всей полноте. Это духовные инвалиды. Они сами для себя препятствия на пути к реализации собственного потенциала. Обижаться опасно. Да и разве хочет Бог, чтобы мы на кого-то дулись? Вот одна из тактик врага. Когда человек обижен, он не понимает, что он обиделся. Гордость застит ему глаза, мешает видеть правду, искажает восприятие. Ведь если думаешь, что все отлично, то никогда не изменишься. Чтобы освободиться от этого наваждения, требуется очищение. «Я переплавил тебя, но не так, как серебро, и испытал тебя в горниле бедствий». Исайя 48 глава, 10 стих. Бог переплавляет нас, посылая бедствия, испытания и скорби. Плавка отделяет от нас, от Божьей натуры, которая в нас все нечистое, непрощение, вражду, горечь, гнев и зависть. Грех удачно прячется в тех уголках сердца, где нет плавки испытаний и бедствий. Но рано или поздно очищение выводит его на поверхность, чтобы мы покаялись и зажили по-новому. Когда не видим наше состояние, обида бурно разрастается. Иисус сказал, что способность видеть правильно – один из секретов обретения свободы от обмана. «Чтобы видеть, глаза помажь, мазью глазной». Откровение, 3 глава, 18 стих. Видите, какую важную роль играет наше духовное состояние. Если не обращаем на него внимания, обвиняем окружающих или защищаем себя, значит, мы слепы. Свободу приносит откровение о правде. Во время молитвы позвольте Божьему Слову просветить очи вашего разумения, и вы увидите свое настоящее состояние. Только так мы получим свободу от утаенных обид. Давайте не позволим гордыне помешать нам видеть жизнь правильно и каяться. Откройте сердце для Божьей любви, и вы будете ходить в свободе, и жизнь ваша будет во Христе. Драгоценные наши друзья, если Бог благословил вас через наше служение, вы имеете возможность благословить других людей, которые будут слушать следующие видео, поддержав финансово служение CLT. Ссылка для пожертвования под видео. Пусть Бог благословит вас по богатству своему. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...